Николай Григорьевич Зубрилин Здравствуйте, уважаемые товарищи Пожалуйста, Николай Григорьевич Зубрилин Да, здравствуйте Хотелось бы сказать несколько слов по итогам работы транспортного обеспечения депутатов Мосгордумы Было несколько вопросов, о которых мы проговаривали еще 4 года назад но, к сожалению, несколько вопросов так и не были решены Первая эксплуатация автомобильного транспорта Должно проводиться регулярное техническое обслуживание ТО1, ТО2 С этим было нормально Но с поступлением запасных частей были проблемы Когда начинают гудеть подшипники ступиц передних колес приходилось ждать несколько дней А вы знаете, что при плохих подшипниках, особенно когда они гудят значит, они уже получили шероховатость поверхности может внезапно произойти заклинивание переднего колеса или слом ступицы и разрушение ступицы и тогда колесо просто отваливается Это авария или авария с тяжелыми последствиями Это недопустимо, поэтому подшипники должны быть в запасе А их приходилось искать по интернету и покупать Это недопустимо Далее, оплата труда водителей Она зависела от мощности двигателя Скажите, пожалуйста, какая разница водителю когда он проедет с Мосгурдумы до приемной в Отрадное с двигателем 280 лошадей или с двигателем 180 лошадей Абсолютно никакой разницы Средняя скорость по Москве 45-50 километров И это может влиять только на скорость на скоростной трассе Когда человек практически гонит с превышением скорости Вот тогда это реально Мы же машину в таких режимах не эксплуатируем Нам гонки не нужны Поэтому оплата должна быть одинаковая Что касается, некоторые могут сказать полный привод или не полный Полный привод, 4 колеса Мощность двигателя 280 лошадей Да Но иногда, иногда Сложнее водить машину с передним приводом и с более слабым двигателем Тут зависит многое от мастерства самого водителя Если машину заносит нужно вовремя повернуть рулевое колесо в сторону заноса Перегазовка или торможение Любая секундная, 10-секундная реакция приводит к неуправляемому заносу И тогда спрашивается А почему мы водителю с полным приводом платим больше если ему из-за носа выходить проще Вот Также много решает в случае аварийной ситуации реакция водителя Что касается шиповной резины То же самое 30 лет назад О шиповной резине никто и не слышал И все равно люди ездили Снижали скорость Более внимательно относились к правилам дорожного движения и к скоростному режиму И было все нормально А сегодня Будь у тебя АБС Будь у тебя шипов Там миллион на колесах Если, как говорится Неумело ты водишь машину Не спасет ни АБС Ни шиповная резина И это тоже говорит о том Что зарплата у всех водителей должна быть одинаковая Независимо от мощности двигателя Что касается переработки Тоже были проблемы Один водитель был устроен так Что ему переработка оплачивалась А другой был трудоустроен так Что ему переработка не оплачивалась А какая разница Он так же устает Он так же не досыпает Так же перерабатывает Поэтому вот эту несправедливость В этот раз Нужно постараться устранить Содержание эксплуатации транспорта С достаточным наличием запасных частей Первое Второе Оплата труда всем водителям Всем водителям Независимо от мощности двигателя Это два И уплата в двойном размере Переработку водителя Вот так будет правильно Так будет в строго соответствии с ГЗОТом И так будет справедливо по-человечески Большое спасибо всем водителям Большое спасибо аппарату Всем депутатам Всех с Новым годом Счастья, здоровья, удачи И всего самого наилучшего И особенно новогоднего настроения Спасибо Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!